Этим утром я начну с первым посланием Иоанна 4.4, где написано, «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Ты рожден от Бога, ты рожден от Бога, и больше тот, кто в тебе, а не тот, кто против тебя. И я уверен, что все мы чувствуем в этом мире, как на поле сражения. Но тот, кто в тебе, он больше. Илия говорил, Илия был в ситуации, когда войско окружило его. Илия ему говорит, «Тот, кто с нами». В то время они еще не были спасены, но он уже говорил, «Тот, кто с нами, больше тот, кто против нас». А сейчас тот, кто с тобой, он еще ближе, чем с Ильей был. Он в тебе, он с тобой. И я могу сказать, что Бог мне помогает. И это такая золотая струя, которая идет через всю Библию. Во время войны в безнадежности люди констатировали, что если ты уповаешь на Господа, ты пройдешь, не останешься в этой яме, ты не останешься в печи, и не во рве, ты выйдешь. Скажи, я выйду. И эту же мысль Иисус говорит в Евангелии от Луки, 18 главе, где Он начинает. Он там рассказывал пример, что им надо будет, они будут молиться, и чтобы они не уставали. И люди иногда делают такой вывод. В восьмом стихе Иисус говорит, Там написано, что у Бога нет задержки. Это не Бог, который тормозит или задерживается. Это не Бог, которого тяжело уговорить. И Он не тот, кому надо рассказывать, как сильно нужна Его помощь. Но Он их дело проводит с успехом. Я верю, что здесь, в этом стихе Иисус говорит, где эта задержка. Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И сейчас Иисус, придя, найдет ли Он веру? И это этот вопрос. И то, что мы видим у израильского народа, мы видим, что они... Иисус им говорит, как бы это был Божий народ. У них было Божье Слово. К евреям написано. Им тоже Евангелие было сказано, но оно им не помогло, потому что в них не было веры. Вера – это очень сильный и важный аспект в нашей жизни. Еще одно местописание Евангелие от Матфея, 21-21, где Иисус также говорит о вере. Там написано, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, что только сделаете то, что сделано со смоковницей. Не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горесе скажете, поднимись и ввергнись в море, будет так. Иисус, когда служил, Он... Он сделал здесь что-то... Когда Он служил, Он делал только доброе, но здесь Он говорит плохое на смоковницу. Мы в Библии до этого не находим такого. Есть места, где пророк говорит на земли, на города. и мы знаем, что у этого есть влияние. И здесь Иисус говорит над деревом. Он говорит, и вы так сможете сделать. По-моему, дорогие друзья, это очень прямое... прямой пример Иисуса. Он нам говорит эту весть, что вера действует и в абсолютно обычной жизни. Иисус говорит, если вы в этих простых бытийных ситуациях будете использовать Мою веру, она для вас будет работать. она для вас будет работать. Он не кончает 21 стихом. Я хочу напомнить 22 стих. Евангелие от Матфея 21, 22. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Видите, здесь не просто написано, что вы помолитесь, что вы с жалобным голосом попросите. Здесь написано, все, что вы с верой попросите, дано будет вам. Молились ли мы с вами о вещах, о которых не верим? Иногда кажется такое ощущение, особенно, когда кто-то другой молится. Иногда я, когда рассказываю, когда иногда говорю, как не надо делать, то в своей молитве я иногда так сделаю. я очень извиняюсь за эти ситуации, но мы очень это замечаем в других, когда они молятся. Это так же, как аппетит появляется, когда кушаешь. и я всегда дома думаю, я только маленький кусочек съем хлеба, и ты съедаешь потом еще, 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 и потом понимаешь, что ты хочешь съесть просто большой кусок хлеба. Ты как бы начинаешь по чуть-чуть, и ты начинаешь есть, ешь, ешь, ешь. Я не буду просить поднять руки, но я думаю, что еще у кого-то так же. И заметили? И также с молитвой такая же ситуация. Ты начинаешь молиться, и у тебя хочется еще больше молиться, еще больше. Ты начинаешь рассказывать все эти свои ситуации, и так кажется, что Илия должен побледнеть перед тобой, потому что такой верующий человек, как ты, еще не виден был. И кажется, наша вера такая большая, я молюсь обо всем, обо всех людях. Я слышал, что одна сестра молилась за дьявола. Я думаю, вау. так все, что вы с верой попросите, то получите. Что же такое вера? Вера это просто стихотворение из Библии. Как ты скажешь, так и сработает. Нет. Вера это не мистическая такая кнопка, которую ты нажимаешь тогда, когда тебе надо. вера это что-то глубже. И очень это написано в первое послание к фессалоникийцам 5 главе 18 стихе. Здесь написано о оружиях веры и любви. Так же, как любовь, которая идет от сердца. Любовь это не просто улыбка. Это не как дежурная улыбка, которую мы иногда надеваем. Это не вера. вера. не вера. Вера это что-то, что начинается глубже внутри. Сердцем верить и устами исповедовать. То, что ты носишь в своем сердце, то, что о чем ты думаешь, то, на что ты всегда смотришь. заметь, что дьявол пытался дьявол пытался Адама и Ева направить, чтобы они смотрели не на Бога, а на грех. Но когда ты смотришь на Господа, на Его Слово и обдумываешь Его Слово, это то, что Иисус Навин сказал, когда Бог сказал Иисусу Навину будь силен и мужествен и пусть устатвы не покидают Слово Божье. Он решал очень такие серьезные стратегические вопросы. У него было сто вопросов, на которые хотелось узнать ответ, но он обдумывал слова Господа и говорил их. И он говорил именно так, как написано. И если ты делаешь так, как написано, то и происходит, как написано. это начинается в твоем сердце. И когда это в твоем сердце, это живо в твоем сердце, и твои уста это исповедуют. Это великие слова. И мы говорили на прошлом служении, прошлое воскресенье, о ш... тая леоная угунегас бутус, вайтау стицепс вайрокс, наутикай смукум пец. Мы только что слушали слово от Элины, когда доктора ей говорили, что она больна, она сказала, я не принимаю это. Это действительно сложно, сложно пройденная борьба. Ну, как бы признай, что ты болен, но ты говоришь, и здесь я еще хочу вернуться к тому, что это не просто правильное формулирование, это уверенность в сердце, в которой ты жил неделю за неделей, это видение твоего сердца, это так, как ты действительно это все видишь. И когда ты это говоришь, то дьявольская стрела, она бьет, но она ничего не может сделать. Кремлянам 3 главе апостол Павел здесь сказал, что это закон веры. это означает, это закон, он действует всегда. Если это один раз действовало, то это был бы феномен веры. если это иногда бы сработало, то и так же как закон гравитации, он работает, чтобы не происходило вокруг, и так же Дух Святой приравнивает закон веры как закон, который действует всегда. доверяешь его слову в разных ситуациях, и это слово выносит тебя через разные ситуации. И я это говорю о тебе и обо мне, о законе веры, который действует, что бы ни произошло. Амин. Стефания сказала амин. Посмотрим следующее, что я хочу прочитать. Я хочу прочитать послание к Ефесянам, 6 глава с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миротворителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Нам не надо бороться против каких-то людей. людей. Дорогие друзья, перестаньте бояться людей. Мы боремся против настоящего врага. Даже если с этими людьми есть какие-то глобальные теории злоумышленных действий, но за ними всеми стоит дьявол. И почитаем, что там дальше написано. 13 стих. Для сего приимите все оружие Божие. В 11 стихе написано «Облекитесь во все оружие Божие». И в 13 он то же самое говорит «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Это означает, что если мы не побеждаем, мы не приняли все оружие Божие, но нам это надо сделать. Здесь дважды написано, чтобы мы приняли все оружие Божие. В 14 стихе написано «Так, станьте, припоясав чресло своей истинной и облегшись броню праведности». Это у меня есть такое пришествие с улыбкой. Я хочу рассказать, что мальчик, который учился в школе и которого отца вызвали в школу и учительница отцу говорит, что ваш Петерец получил психологическую травму от котов. учительница на уроке математики Петересу говорит, «Я тебе дам два кота, и на следующий день я тебе дам еще два, еще на следующий день еще два кота». Он говорит, «Семь». Она говорит, «Нет, я тебе два мячика дам, потом еще два мячика, и потом еще два мячика. Сколько у вас? Шесть». Он говорит, «Тогда начнем опять с котов. Я тебе дам двоих, потом еще двоих, потом еще двоих». Он говорит, «Семь». учительница говорит, она начала думать, что у него какая-то психологическая травма от котов, которую сделал, наверное, отец. Она вызвала отца в школу и говорит, что у вас, я заметила у вашего сына психологическая травма на котов. О всем, что я говорю, у него получается, а когда про котов у него не получается считать. И он говорит, когда Петерис родился, у него уже был кот. кот. И он все еще жив, этот кот. И каждый раз он всегда считает еще плюс того кота, который у него с рождения есть. И это та ситуация, когда мы родились от Христа, он нам уже дал спасение от грехов, он назвал нас святыми, он взял все наши проклятия на себя, чтобы мы могли быть максимально благословенны и быть свободны от злого сознания. И это не то, что мы можем измерить. Мы доверяем Божьему Слову. И дальше читаем. И в 15 стихе «И обувь ноги в готовность благовествовать мир». Мы об этом немного говорили, что без обутых ног ничего не происходит. Это была часть удачи римских воинов. Рим пережил нападение варвар. И они выжили только откупившись. И варвары ушли от них. И они решили, что мы больше так жить не можем. Они решили, что они будут действовать так. Если ты хочешь жить в мире, готовься к войне. И римляне сделали армию, платили людям, которые с утра до вечера тренировались защищаться, изобретали оружие. римляне. И потом, после этого 500 лет, римский легион был почти непобедим. Они побеждали везде. Это как сейчас какое-то время назад говорили, что американцы в наше время такие. Но римляне были такие, что они могли пробежать 35 километров. Они одевали всю одежду. Они несли все эти металлические металлический инвентарь с собой. И они бежали 32 километра в 30 градус жаре. И они бежали. И поэтому они могли прибежать внезапно куда угодно и побить своих врагов. И это говорит, что мы с тобой обули свои ноги говорить Евангелие. И когда ты начинаешь где-то в своем кругу говорить о Евангелии, и ты сталкиваешься как будто с мечами. Но это знак твоей силы, что ты обув ноги ты идешь проповедовать людям. И дальше написано «Апачи всего возьмите щит веры, которым можете угостить все раскаленные стрелы Лукаева». Лукавого. Римляне могли завоевать полмира, в то время. Но все же, если это все, где мы остаемся, если мы остаемся у этих оружий, то может быть ощущение, что мы вооружены, чтобы только защищаться, чтобы сидеть в заточении, и когда враг нападает на нас, чтобы у нас были шлем спасения, пояс истины и так далее. Но также мы можем думать, что то, что мы видим в интернете, эти фотографии в интернете про римлян, но в то время римляне одевали такие металлические рубахи, потом они одевали такие металлические на пресс металлическое одеяние такое, и они еще больше защищали. Когда мы читаем Кинг Джеймс перевод, что в то время спины не прикрывались ничем, потому что они становились передом. и здесь Дух Святой нам тоже дает понять, что мы всегда стоим против врага, мы не сдаемся, мы не убегаем, мы не признаем свое поражение. в первом послании Петра в пятой главе в восьмом стихе написано «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. противостойте ему твердую веру, знают также такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Элина тоже могла сказать, что «Да, я смиряюсь с тем, что я больна», но она встала против этого. Но важно то, что ты осознаешь, что эти оружия, которые у тебя есть, они эффективны, чтобы стоять против. И сейчас мне хочется посмотреть на другой стих. Это то, на что я хочу привлечь сегодня внимание, это послание к Ефесянам 6 глава 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Шлем спасения. Мы понимаем, что это не просто металлический котел, который нам надо одеть на голову. Он нам здесь говорит, что делать так, чтобы мы оберегли свой мир мыслей. Есть ли там какие-то приоритеты, есть ли какие-то дороги, по которым ты идешь, или это поле, по которому ходят все, кто хочет. Вспомните, Иисус рассказывал в Евангелии от Марка о сеющем, который посел семя у дороги, где все ходят туда-сюда, и там это семя не выжило. Божье Слово не работает в том, в той душе, в которой нет никакой структуры. Здесь то, что Он хочет сказать, говоря про шлем спасения. Я вижу это так, ты можешь одеть эту одежду, римский воин. Но что ты с этим будешь делать, это начинается с мыслей, как этот воин видит себя. Если воин видит, какой сильный у него враг, то со всей эффективностью, со всей этой одеждой одежды специальной, у него этот меч будет как линейка. Но если в своем разуме он думает правильные мысли, божьи мысли, скажи, божьи мысли, Исаи в 55 главе говорит мои мысли как небо и земля, это я своими словами говорю, если вы думаете мои мысли, то вы будете ходить по моим путям, если вы думаете так, как все остальные, как просто думается, это как вода, которую ты выливаешь, она идет по дорогам меньшего сопротивления, значит, вы думаете мои мысли, вы ходите по моим путям, еще одно местописание, это второе послание, Петра первая глава третий стих, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание признавшего нас славой и благостью, он нам даровал все, чтобы мы могли жить и служить, это начинается все с того, как ты видишь своего Бога, если ты его видишь сильным, тот, который присутствует с тобой, Бога, который тебе помогает, который сделал тебя сильным и эффективным воином, то это то, что ты переживешь в своей жизни, если ты видишь Бога, как пассивного Бога, который далеко, до которого дозвониться тяжело, от которого ответы идут годами и месяцами, то это будет то, что ты переживешь в своей жизни. Кремлинам в 12 стихе говорится, чтобы мы преображались, как мы это делаем, когда мы обновляем свой разум Божьими мыслями. И сейчас, друг мой, посмотри на меня. Я хочу сказать, что весь христианский мир, он разделен на две части. Одни говорят, здесь мы живем маленькую, маленькую жизнь, где мы делаем хорошие дела и говорим, Бог, мы спасены. оружие. Но когда враг приходит, мы используем все эти оружия. Это и другая группа говорит, мы да, я в Боге защищен. И знаете, что? Это все правильно. И другая группа это группа Иисуса Навина, которая говорит, да, мы здесь защищены, но есть там вдалеке земля, которую мы можем завоевать и жить в земле, в которую Бог нам дал. И подумаем, есть ли у нас вещи, которые дьявол себе присвоил? Знаешь ли ты какого-то христианского христианского писателя, христианского земля? Но я думаю, что этот человек еще там, в той обитованной земле. Но есть люди, которые хотят пройти через Иордан и попасть в эту обитованную землю, там, где есть все эти богатства, которые идут от Отца Небесного. Слава Иисусу! Это как утром ты заводишь машину, которая не заводится. Но подождите, знаете ли, какого-то христианского художника, гриба из Айцина? я хочу делать вызов, восвободить это. Я верю, что мир еще увидит помазанных, сильных христианских художников, которые нарисуют картины, и люди будут платить миллионы, чтобы получить эти картины. Может, дизайнеры моды, или Божий ребенок, ему не надо быть каким-то странным или неправильным, чтобы производить красивую одежду. там нужен человек, который говорит, я хочу перейти эту реку Иордана и попасть в землю обитованную. И для этого надо шлем спасения. И еще раз напомним, к римлянам в 24 главе написано, что надежда это то, что мы еще не видим, но духовными глазами ты это видишь. Если видим то, что еще не видимо, что еще не видно, может, кому-то сказали, что у него ребенка не будет, но ты сказал, нет, у меня будет, кто-то сказал, что у тебя пенсии не будет, а ты скажешь, нет, значит, я сам себе обеспечу пенсию. Может, какой-то христианский предприниматель, который будет получать миллион, миллион, потому потому, что это что-то, что в моем сердце, что мы с вами еще переживем. Я верю, что я еще не умру до того времени, как придет тот момент, что кто-то из Латвии, христианских предпринимателей, пожертвует для Бога миллион. Да. И у него не будет тяжести о том, что он все отдал. Нет, он будет идти вперед все равно. Но это не может сделать человек, который хочет думать только о своем. Там нужен человек, который под своим шлемом спасения видит больше, который видит Бога большим и великим, которым принадлежит весь мир. И я верю за, что мы увидим великих архитекторов, пасторов и других людей. Но я хочу сделать вызов тебе и мне, как мы можем оставить этот менталитет укрытия. И как нам взять этот менталитет такой, чтобы мы увидели, что Бог может сделать больше. Но он начинается, этот менталитет начинается в твоем сердце. И тогда он это может достать много. И в Библии написано, тот, кто верит, для него все возможно. И к евреям 4,12 написано, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Когда ты думаешь большими мыслями, то это меч в твоих руках, у него совсем другая ценность, что ты можешь говорить на горы, ты можешь говорить на то, что перед тобой. Даже если никто не пережил, не перешел эту гору, может ты будешь первым, ты можешь быть первым, ты можешь в своей в своем роду, первый миллионер, первый апостол, первый, который ради Христа не боялся быть непопулярным, первый, который искал признание от Бога больше, аплодисменты от людей. Ты можешь быть первым, который исполнен Божью волю на этой земле и оставил такую основу, которую когда о тебе смогут говорить твои дети и внуки. что ты был одет во все оружия Божьем, что ты одел шлем спасения, обувь, обувь ноги в готовность благовествовать мир. И ты активно использовал меч духовный, который из Слова Божьего. Дорогой брат и сестра, я делаю тебе вызов сегодня, я делаю вызов увидеть, что Бог хочет сделать, какие эти размеры Божьи, даже что-то если ты позволишь себе услышать, что Он тебе говорит, возьми Его Слово и храни в своем сердце, у тебя есть